Вот эта трещина в доме, она увеличивается, цоколь осыпается. Главная претензия жильцов – перепланировка квартир с перевода в нежилое помещение. Они боятся, что из-за этого несущие конструкции ослабнут, и дом рухнет. Люди недовольны, что с ними не посоветовались и выкупили три квартиры на первом этаже. Дом старый, как я уже сказала, и в нем, в капитальных стенах сейчас, делаются дверные проемы. Дом вообще выдержит такую глобальную перестройку. Не взорвется ли газ в очередной раз, когда его самовольно отключат. И в конце концов, увидим ли мы хотя бы копии документов, подтверждающих правомерность действий данного медицинского центра. Также соседей не устраивает парковка, заставленная автомобилями клиентов, и медицинские отходы, которые, по их утверждениям, сотрудники клиники сбрасывают в общие мусорные баки. Жильцы дома уверяли, что находили в мусорке кровавые шприцы и бинты. Посмотрим, что сейчас там есть. Ничего такого мы не нашли. А директор медцентра говорит, на камеру отказалась. Но показать документы согласилась. Это журнал учета медицинских отходов, договор о вывозе мусора, согласование на перевод в нежилое помещение и его переустройство, план парковки. Путин сказал, что на первых этажах жилых домов никаких реконструкций не должно быть. Сейчас вот идет такая деформация стен, и что нас ожидает дальше? Директор не отрицает. Да, сделала несколько дверных проемов в несущей стене, но укрепила их железом. По ее словам, это разрешено законом, и дом выдержит. Мы опасаемся, что повторим судьбу дома на Эмилии Алексеевой, 33. Либо, не дай бог, при очередном самовольном отключении газа, судьбу дома в Магнитогорске. Это действительно будет страшно. Уважаемые власти, мы очень сильно вас просим, услышьте нас, пожалуйста, и примите какие-то меры. Жители дома обратились в прокуратуру и жилищную инспекцию, а в случае отсутствия помощи намерены идти дальше, вплоть до президента. Александр Захаров, Алексей Фризин. Наши новости.